Весь мир стремительно погрузился в игровую эпидемию, которая называется Pokemon Go. И если ты еще не играешь в эту игру, то наверное только потому, что ты еще не пробовал. Ну или они тебя уже так задолбали, что ты решил просто удалить этих чертовых покемонов. Игру Pokemon Go разработала компания Niantic. А непосредственным владельцем бренда Pokemon является японская компания Nintendo, которая специализируется на создании видеоигр и игровых консолей. Игра вышла 6 июля 2016 года и всего за одну неделю стала самой популярной по скачиванию в App Store и Google Play. А акции компании Nintendo подорожали на 8 миллиардов долларов. Несмотря на то, что Pokemon Go еще официально не вышла в России и других странах СНГ, по данным МТС, только в московском регионе в игру играют около 180 тысяч человек. Аналитики пророчат, что игра Pokemon Go станет самой прибыльной и самой распространенной игрой на смартфонах. И судя по всеобщей истерии, которая уже творится на улицах благодаря этой игре, скорее всего они правы. В игре возможна покупка дополнительных ништяков за реальные деньги. По данным некоторых аналитических агентств, игра уже сейчас зарабатывает более полутора миллионов долларов за день. Игра требует подключения к интернету и включенный GPS. А любители поиграть обрадуются, когда узнают, что игра потребляет всего лишь 10 мегабайт интернета в час. А вот зарядку аккумулятора садит очень сильно, но есть два лайфхака. Первый это в программных настройках поставить галочку напротив функции сохранения заряда батареи. А второй это носить с собой портативную батарею со шнуром. Игра так быстро распространяется и затягивает людей в игровой процесс, что уже более 67% пользователей Android только в США каждый день играют в Pokemon Go. Как уже говорилось выше, компания Nintendo не является непосредственным разработчиком Pokemon Go. Но компания Nintendo владеет брендом Pokemon, что позволило ей заработать более 60 миллиардов долларов на продажи покемонов и патентов, начиная с января 2016 года. Игроки так сильно увлечены процессом поимки покемонов, что даже не всегда обращают внимание, где они находятся. Так один парень упал в канаву и повредил ногу, а одна девушка случайно нашла труп, когда искала покемонов. Если ты играешь в Pokemon Go, ставь лайк и пиши в комментариях, какой у тебя уровень и скольких покемонов ты уже поймал. Всем удачи, успехов и до завтра!